Уже на следующей неделе весь этот гуманитарный груз отправится в Воронежскую область. Там будет сформирована колонна, которая пойдет уже непосредственно на фронт. Несут обычные неравнодушные тамбовчане, самое разное. От продуктов питания до влажных салфеток, нижнего белья, окопных свечей. В общем, все то, что требуется сейчас нашим бойцам на фронте. Офис регионального отделения КПРФ сегодня – это не только место встреч партийцев, но и пункт сбора гуманитарной помощи. Здесь далеко не весь груз, который скоро отправят на передовую. Вещи постоянно приносят неравнодушные жители, а члены партии формируют коробки согласно заявкам из тамбовских подразделений. Люди отрывают последнюю копейку, показывая, что их моральный дух направлен на то, чтобы, объединившись, сделать это благое дело. Если мы не победим дух фашизма, он будет продолжать и дальше сеять свои зерна, создавать свои гнезда для того, чтобы вот эту изуверскую идеологию пропагандировать дальше. Помощь собирают далеко не первый раз. Более того, КПРФ отправляет гуманитарку на Донбасс уже 9 лет подряд. После того, как возникла такая необходимость, в том числе, оказывать посильную помощь нашим бойцам, соответственно, начали собирать грузы, которые отправляли уже либо в расположение военных частей, либо вот с теми конвоями, которыми КПРФ занимается уже с 2014 года, сливая все в один общий, так сказать, конвой. Ну и таких у нас уже грузов отправлено тамбовским обкомом. Если говорить про бойцов, это вот третий будет сбор. Всего же, если считать помощь беженцам, сначала СВО. В зону боевых действий ушло 7 конвоев с долгожданным грузом. В первую очередь продукты долгосрочного хранения и несут, и мы просим это приносить, значит, мед, ну, крупы, сгущенное молоко, консервы, естественно, мясные. Мы просим еще гигиенические средства приносить, особенно влажные салфетки требуются. Ну и сейчас делается упор на нижнее белье, которое очень часто меняется там, упор на медикаменты, которые требуются и в госпитале, и на передовой. Кроме сбора гуманитарной помощи, партийцы занимаются и привычной работой. Совсем недавно они провели пленум, на котором обсудили реформу местного самоуправления в области. Кроме того, тамбовские коммунисты начали готовиться к формированию участковых избирательных комиссий, которые будут работать в течение пяти лет. Еще одна задача – увеличение численности членов партии в регионе. Сейчас их 1150 человек, однако, по словам Андрея Житкова, этого мало. Задача – нарастить ряды однопартийцев минимум на 10%, чтобы решать широкий круг вопросов на должном уровне. Дмитрий Шапкин, Александр Чекмарев, Александр Щеднов. Область новостей.